Итак, приветствую друзья и гости канала. Всем огромный привет. Есть хорошие новости по недвижимости, а есть не очень хорошие. Кстати, не зря приезжал губернатор и по одному объекту, который у нас строился по федеральному закону 214, и в один прекрасный момент стал немножко замороженным, по нему появились у нас определенные сдвиги. Ну, реально определенные сдвиги появились. Это радует. Но есть, конечно же, и те варианты, по которым сдвигов, как таковых, пока и не ожидается. Такие тоже варианты есть. И еще раз хочу вам сказать одну простую вещь, что как бы у нас не пытались бороться с так называемыми самостроями, да, это те объекты, даже по федеральному закону 214, которые строятся, которые признают самостроями, да, вот, например, как Монтеру, да, признали самостроем, да, заголовки. Самый дорогой самострой в России. Самый дорогой, да, где-то 3,5 миллиона рублей за квадратный метр. Как он мог стать самостроем, непонятно. Разрешение было, все было, ФСВ-114, ты скоросчитай и так далее. Так же и другие объекты, которые у нас изначально строились по федеральному закону 214, потом ни с того ни с сего они почему-то признавались самостроями. Ну, в общем, на данном этапе получилась информация, в общем, продвигается в лучшую сторону, как бы так. Теперь, соответственно, есть у нас и ряд других объектов, которые, мягко говоря, находятся, залезли на землю. Там, например, есть, которые на землю Дендерария, на землю Института Средноводства и тому подобное. Там, конечно, с ними не все так хорошо, не так все однозначно, но тоже, как бы, борьба, качели идут. Самое, наверное, обидное, это за, получается, некоторые объекты. Теперь, что я могу еще сказать. Когда вы берете и смотрите ту или иную стройку, да, например, даже ту же самую стройку по федеральному закону 214 или по федеральному закону 215 или просто с разрешением на строительство, ну, я могу сказать, что нужно запрашивать в том числе и это разрешение, и нужно смотреть, как это разрешение было получено. Перевожу на русский язык. Соответственно, разрешение на строительство можно получить через суд. Ну, к примеру, вы идете, да, и вот, например, хотите там построить себе дом. Например, вам не дают разрешение на строительство или там не дают вам добро на уведомление на строительство, да, ну, не дают. Вы раз попробовали, второй раз попробовали, третий раз попробовали, вроде ничего не нарушаете, потом можете взять и на основании отказа, то, что вам не дают, да, разрешение на строительство, можете взять и подать в суд. И, соответственно, вы суд можете и выиграть. И уже, соответственно, у вас будет документ на разрешение на строительство, вы можете спокойно, как бы, строить, ну, не совсем спокойно, Потому что это ваше разрешение в последующем может у нас та же самая администрация предоставать. Это касается не только частных домов, это касается в том числе и многоквартирных домов и тому подобное. Это те же самые апартаменты и так далее. Поэтому сейчас очень много застройщиков, большинство застройщиков, они берут тот вариант, когда они берут именно реконструкцию. Берут, например, готовое здание, как я сегодня заснял на Мамайке, завтра будет уже на канале. И путем реконструкции спокойно уже начинают строить. Хотя и там тоже под отдых камней, конечно же, хватает. Потому что сейчас на данном этапе в рамках дела хищения земли национального парка и так далее уже поднимают все темы до 1998 года. А там, соответственно, как говорится, очень тяжело найти крайнего. Но крайнего обычно становится кто? Последний. Знаете, вот такое есть выражение в студенческих вечеринах. Кто последний, тот и папа. И здесь то же самое примерно. Поэтому, знаете, век живи, как говорится, век учись. Если честно, ну, я могу сказать, что 99% риелторов никак в жизни не заморачиваются по поводу того, что, например, ну, есть разрешение на строительство. И есть разрешение на строительство, правильно? Ну, что еще? А как оно получено? Оказывается, теперь тоже нужно смотреть. Потому что разрешение на строительство можно получить через суд. Когда тебе, например, не дают добро на строительство того или иного, получается, объекта и тому подобное. Поэтому этот момент тоже. Ну и, само собой, сдача объекта, в том числе, если даже он построен по федеральному закону 214, тоже надо смотреть, как он сдавался через суд, не через суд и так далее. Хотя через суд это была самая простая сдача объектов, через суд это считается самое простое. Опять же, да, в любом случае, что сейчас следует избегать? Следует избегать, в первую очередь, это право собственности на землю, причем долгосрочной аренды у города. Потому что сейчас, знаете, получается, вот как раньше была система, да, вот по всей России. Например, вы нашли себе участок, да, например, нашли. Обратились в администрацию, да, приехали, тык-тык-тык, посмотрели. Никому, например, не принадлежит. Вы, например, соответственно, изъявляете желание этот участок приобрести. Соответственно, делается у нас тот самый, наверное, аукцион, давайте это назовем простым словом. Делается тот самый аукцион, где вы, в свою очередь, берете просто-напросто, тоже там участвуете. Все, расцеплено. Кто больше дал, того и тапки. Должно участвовать не меньше трех человек. Сейчас, вроде бы сказали, пять должно быть. Но я пока это точно не видел, да. Но раньше три человека. Соответственно, аукцион. Все, вам, соответственно, дается эта земля не в собственность. Вам дается земля в долгосрочную аренду. И, соответственно, вы должны в течение двух лет там что-то построить, забор сделать и так далее. И потом уже на основании этого вы можете уже землю, соответственно, выкупить в администрации. Вот раньше это была простая схема, при том, эта схема была по всей России. И она, в принципе, действовала. Сейчас, конечно же, если кто-то хочет пойти по такой схеме, я могу сказать, что вряд ли что-то получится. Потому что много таких моментов у нас стало появляться непонятных. И вполне возможно, что эта система может нас не проканать. Поэтому тоже смотрите. И те самые участки, которые находятся в собственности, у которых хорошая история, то они, соответственно, сейчас в цене. В цене, в цене еще в цене. Ну, опять же, да, есть, конечно же, и всякие разные форс-мажоры. Например, вот я сегодня общался с одним подписчиком. У него, получается, земля была дана еще его деду. 20 соток, да, за то, что там он пахал, там подобное, в совхозе России. И все, ну, им выдавали там, за что-то там выдавали. Соответственно, дед у нас передал сыну, сын передал внуку. И вроде бы все хорошо, все прекрасно. И говорит, раз, и теперь получается, хотя эта земля давалась еще в 80-х годах, в 80-х, и сейчас получается, что якобы передача была с какими-то нарушениями там подобное. Ну, и сами понимаете, да, в 80-х годах, ну, не было такого понятия, как там GPS, там, да, отбивать точки и так далее. И получилось, что данный участок, которым всю жизнь пользовались, оказался смещенный на 10 метров. И получается, теперь это не его участок. Соответственно, кто в этом виноват? Непонятно, кто в этом виноват. Хотя вроде бы давали же не за красивые глазки, да, те самые участки, а давали там за то или иное, там, да, там, участник там Великой Отечественной войны, там, еще что-нибудь, всякое разное. И потом раз, и вот так вот и получалось через одно место. Поэтому гарантом того, что там какую-то землю, какая-то земля у вас есть и тому подобное, ну, вы не можете. Я говорю, а как ты узнал, что земля, нет, да так, решил, говорит, продать, решил, говорит, размежевать, говорит, раз, думаю, продам, говорит, зачем мне 20 соток, думаю, я, думаю, 10 соток отмежу, и думаю, продам, думаю, тем более, там, в том месте веселом цена за сотку, там, 3 миллиона рублей, думаю, ну, нормально, все хорошо будет, все прекрасно, все будет замечательно. Начал делать этот прекрасный процесс, и потом раз, и ни с того ни с сего оказывается, ни с того ни с сего оказывается, что, мягко говоря, земля находится в обременении. Начиная там смотреть, как бы все, говорит, вроде, ничего не нарушал, вроде все делал как положено, и так далее, и потом раз, пошло, поехало, 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 говорит, уже юристу отдал в общей сложности 200 тысяч, и пока даже близко финиша не видно. Вот такой тоже. Поэтому, знаете, он, говорит, я, говорит, могу сказать со своей стороны, что, наверное, многие, как и я, живут, есть у них, соответственно, участок, либо еще что-нибудь, они и знать не знают, что, например, данный участок находится, к примеру, у них в аресте, хотя он у них был всю жизнь. Я, говорит, узнал только тогда, когда решил участок размежевать, и все. А так я и знать не знал, говорит, мне никакие не приходили какие-то предписания, ничего не приходило, там никто, никто там мне мозг не компенсировал. Просто раз, и ни с того, ни с сего, раз и оказалось. Поэтому, конечно же, я рекомендую, если кто-то из вас продает участок, кто-то продает дом, обязательно вы теперь, как собственник, вы можете заказать свежую выписку с офис-реестра, посмотреть, что там у вас есть, какие есть обременения, либо обременений нет, и тому подобное. И можете проверить тот самый свой участок, чтобы не попасть в какую-нибудь нелепую ситуацию. Ну, либо чтобы было у вас время для того, чтобы вы могли, в свою очередь, решить, решить что-то со своей, по сути, законной землей, но которая вводит в прекрасный момент, почему-то по воле и судьбы становится незаконным. Как сказал губернатор, те дома, которые попали, непонятно как там, на арестованную землю и так далее, где проживают люди и так далее, не будут отбирать, соответственно, эти квартиры, эти площади. Самое интересное, что губернатор озвучил про снос 8 домов, 12 еще в разработке, начали проверять все эти дома, все-таки докопался всем до истины, все данные у меня есть, сейчас тоже там набегут, а может и скинуть, нет, не могу, я скину, вы, ребят, извините, я за эту работу отдал 30 тысяч рублей, своих денег, мне просто надо было для себя кое-что понять, и я отдал за все эти проверки и тому подобное, мне предоставили эти данные, поэтому не готов я просто так делиться, вы можете это сделать с хорошим, грамотным юристом, не знаю, может он вам сделать бесплатно, мне юрист ничего бесплатного не делает, у нас юрист работает на издельщине. И вот, получается, те дома, которые 8 под снос, я был просто в шоке, да, мне там и кадастровые номера скинули и все это и тому подобное. И это оказались те дома, которые изначально росли на земле ИЖС, которые, в свою очередь, имели разрешение на строительство, углубляться в разрешение на строительство я не стал, но видел, что там на трехэтажные дома, по сути, выросли пятиэтажные дома, ну, один только шестиэтажный, и в последующем через суд был дом узаконен, потому что была превышенная этажность, через суд было поменено назначение земли, и через суд, соответственно, дом вводился в эксплуатацию, и через суд шел раздел. Но это, получается, все 8 домов со статусом квартира. Апартаменты я в этом списке не нашел, жилые помещения я не нашел, долю в доме я не нашел, нашел только, соответственно, именно квартирники. Ну, опять же, да, я такой термин, да, как-то придумал и сказал, да, как бы псевдо, да, квартирники. Ну, что значит псевдо-квартирники? Вот такой, да, термин, псевдоч, да, что значит псевдо? Ну, в моем понимании псевдо, это означает то, что изначально, когда дом строился на земле СЖС, без разрешения на строительство под домоквартирный жилой дом, кстати, вы сейчас можете такие псевдо-квартирники здесь недалеко увидеть, я вам серьезно говорю, может недалеко увидеть, кто самый зоркий, он сможет посмотреть. И, соответственно, вот эти вот, те самые псевдо-квартирники у нас, псевдо, давайте, почему псевдо? Потому что, ну, не зря его полноценно назвать квартирником, потому что это изначально, да, это изначально дом, который устроился. Ну, к примеру, давайте приведем пример, да, вот, например, жилой комплекс Витамова, который находится на Светлане. Вот, изначально было получено разрешение на строительство трехэтажного дома. Соответственно, построили три этажа, потом построили еще, узаконили, потом еще построили, узаконили. И так выросло там, сколько там, 20 этажей, если не ошибаюсь, даже. И 20 этажей так потихонечку и выросло. И, само собой, сейчас, в том числе, и эти дома тоже будут смотреть по поводу законности. Почему? Кому-то можно так сделать, кому-то нельзя. Ну, в то время, там, например, там, ну, можно было, да, там, были определенные подвязки, завязки и так далее. Вот, как бы, так. Поэтому можно было. И, по большому счету, для меня это вот, ну, хоть все называют квартирник, для меня это псевдо-квартирник. Но, соответственно, есть у нас те самые псевдо-квартирники, которые, там, не знаю, там, участвовали, там, очень много людей. Может быть, какие-то компромиссы находили. Может, там, кто-то, там, из застройщиков, там, чтобы сохранить дом, там, может быть, детский садик подарил. Может, и ремонт где-то сделал и так далее. А есть, которые, вот, все, у меня решение суда есть, идите все в таком духе. И вот эти вот псевдо-квартирники, в том числе и на Красной Поляне, да, на Красной Поляне тоже, есть прямо в центре Красной Поляны. И вот, например, пошло-поехало. Вот, соответственно, и вот эти вот восемь псевдо-квартирников, и они идут, соответственно, под снос. Но ни одного жилого помещения я до сих пор так увидел. Потому что, знаете, как говорит юрист, людей, у которых есть доля земли, собственности, да, их целая куча, да, например, на те же самые 10 соток там целая куча, да, и собственность и так далее, но очень тяжело. Хотя вот в этих квартирах проходили, в том числе и ипотеки, в том числе и материнские капиталы. Я не знаю, как это они будут разруливать со всеми этими инстанциями, куда эти инстанции тоже смотрели, не знаю. Но вот они вот, соответственно, у нас под снос, да, и при том уже прям решение, все. Но самое интересное, что эти дома, как бы, да, у них стоит все под снос, но при этом нет четкого понимания, как бы, их не трогают. Потому что понимаешь, что, наверное, это будет резонанс, да, у нас, как бы, показательно снесли шесть домов в Сочи, один, при том, очень такой, в Адлере, да, возле железнодорожного вокзала. Прям такой большой, там, высокий, показательный, не меньше, чем этот, вы знаете эту историю. Но вот сейчас почему-то, да, вот именно сносом никто особо не занимается. Может быть, думают, что будет примерно так, как, например, Эмеретинский, да, тоже, как бы, сказали, что находится на, получается, ну, незаконно находится там-то, там-то на земле и так далее. И просто, чтобы не разбирать за свой счет, и застройщик взял и просто их просто дарственно передал, соответственно, администрации Сириуса. Да, и сейчас там это все сразу не стало законное и так далее, да, потому что, как бы, земля Сириуса, получается, а строения нет. Они говорят, вот, ты можешь ранить свою брать, говорит, ну, землю нам отдай, ну, мы не претендуем на твои дома. Но посмотрел собственник, да, этого всего, блин, разбирать вы дороже, чем, говорит, давайте лучше вам подарю, и все. Таких случаев, которых я знаю по Сочи уже восемь, таких случаев, когда просто взяли и просто отдали на баланс, да, и сразу же почему-то все стало законно, да, потому что их дальше особо ничего с ними делать не стали. Вот, как бы, так. Поэтому, конечно же, вопросов больше, чем ответов. Но, знаете, если кто-то думает, что такой бардак творится только в Сочи, нет, такой бардак творится и в Туапсе, и у нас, в общем, творится везде, там, и на Алтае тоже, мне там тоже вот сейчас, у меня там еще, там, оказывается, три друга отдыхают, тоже, говорит, столкнулись, говорит, решили, говорит, прикупить, говорит, чем, говорит, такие деньги тратят, говорит, решили. Тоже, говорит, как, начали, говорит, наши, говорит, юристы, что делать, говорит, нифига себе, говорит, вот это, говорит, да, там, говорит, еще, говорит, покруче, говорит, поклеще, чем, говорит, вашем, говорит, Сочи, говорит, вот, как бы так, говорит. Поэтому, говорит, есть там много вопросов. Не знаю, цель какая вот сейчас, вот, не знаю, вот, цель вот тоже не могу вот понять, вот, цель, цель. Кстати, у нас под некоторым домом спрашивают, а как можно проверить законность дома и так далее. Ну, смотрите, законность дома легко проверить, особенно частный дом, который построен. Можно заказать все выписки элементарно, да, выпуски на землю, выписку на дом, на строение, посмотреть, что и как, и все. Хотя вот мне вот уже пять застройщиков сказали одно и то же. И если вдруг каким-то чудесным образом твой дом когда-нибудь помешает, там, для прокладки дороги, либо еще что-нибудь, ты, говорит, не переживай, у нас, знаешь, как бы всегда, говорит, в России найдется то, за что можно зацепиться и за что можно, например, этот дом ваш признать частный, в том числе незаконный и так далее. Говорит, всегда, говорит, было бы желание. Говорит, ладно, обычно, говорит, всегда предлагают договориться, да, какую-то предлагают тебе компенсацию и тому подобное. Ну, если ты там не договариваешься, то все равно ты останешься без своего законного жилья. Ну, вот такая вот, они все, вот, как один говорят, что нет, говорит, ни одного объекта и тому подобное. Любой, говорит, объект можно признать незаконным, можно, говорит, сделать всевозможную экспертизу, можно, там, сделать фальсификацию и так далее, да, как, например, там была фальсификация, когда в свое время, да, вот по Атлантису, да, какая-то экспертиза показала, что, видишь ли, дом как бы не соответствует. Потом, конечно, это было все доказано без проблем, да, там была независимая экспертиза и все остальное. То же самое, что можно сказать, что с машинами, да, бывает же такое, что вроде показка нужно брать, да, а там раз оказывается, то оказывается, это оказывается, экспертиза или, там, например, оценка не соответствует. Такое же тоже есть. Поэтому это не только в плане, там, автомобилей, это касается и всего остального. Ну, я вот могу привести пример. У меня у друга, ну, очень хорошего друга, очень хорошего знакомого, не буду говорить имен, еще 10 лет назад, когда я жил в Орске, в общем, у него умерла мама. У нее был кредит на телевизор, там, не знаю, там, сумма, там, то ли 15 тысяч, то ли 17 тысяч. Была, ну, был кредит, да. Соответственно, кредит был в банке, который называется Home Credit, да, ну, это обычный потреб и подобное, да, вот, вот, на покупку техники. Соответственно, она умерла, там целая куча как всегда был страховок, потому что невозможно сейчас взять кредит без страховок, вы это сами прекрасно понимаете. Там этих страховок будет, как у дурака Махорки, там просто нереально страховок, да, впиндюривает. И что по факту получилось? По факту получилось, позвонили моему другу и говорят, так, мол, так, говорит, вот за вами долг, такая-то сумма с пеней уже, там, 24 тысячи рублей, когда вы там будете, ну, расплачиваться. Тот говорит, стоп, говорит, а при чем, говорит, при чем, говорит, ну, при чем, говорит, какой, говорит, долг? Ну, вот, говорит, вот эта женщина, сказали, вам знакома? Он говорит, да, это моя мама. Он говорит, ну, вот, она, говорит, не платит, говорит, ну, говорит, она, говорит, умерла, говорит. Те, говорит, мы знаем, говорит. Он говорит, и? Он говорит, там же, говорит, и страховка все была? Те, говорит, да, говорит, ну, говорит, страховка была, все, но вы понимаете, говорит, у нас выяснилось, что у вашей мамы был, знаете, что? Есть такое понятие, хронический тензилит. У нее, говорит, было хроническое заболевание, что она не указала в анкете. И поэтому, соответственно, страховой случай не распространяется. Страховой случай не распространяется. В общем, бодался он очень-очень долго. Не знаю, чем это все закончилось. Ну, просто, да, элементарно. Он нас же страхует же от смерти, от еще чего-нибудь. Если ты вдруг стал безработным, либо еще что-нибудь. Но, оказывается, не указал. Не указал вот этот момент. И вот как бы так. И, в принципе, никто не спрашивал. Скажите, пожалуйста, когда кто-нибудь из вас брал хоть раз какой-нибудь потреб, кредит, телефон, может, брал в кредит, может, брал телевизор, может, брал стиральную машинку, может, еще что-нибудь брал, вот когда вот эти страховки навязывали, хоть раз кто-нибудь вот вас, мне просто интересно, спросил, как бы, есть ли у вас там хронические заболевания, либо еще что-нибудь и так далее. Вот скажите вот честно, напишите. Может быть, что-то я недопонимаю. Хотя я проработал в Евросети 7 лет, как бы я знал все по поводу кредитов, как бы даже больше, чем мне нужно было знать. И все. Вот такая. Поэтому здесь, как бы, к чему привел пример, потому что у нас, ну, как-то так вот все сделано интересно сейчас. Да, и даже не сейчас, уже давно, уже больше 10 лет прошло. Как-то все вот через одно место, как говорится. Через одно шикарное-шикарное место. Поэтому, как мне, знаете, вот раньше было такое выражение, у меня там был очень знакомый, хороший, тогда еще милиционер, когда я ходил в рукопашную секцию и так далее. И когда мы как-то сидели, что-то такое, да, и вроде, как бы, я вел дискотеки, был диджеем, а они, соответственно, три милиционера, организовали вот это все, да, вот как бы, вот это все организовали. Как бы, конечно, нельзя было им, но, как бы, крутились, вертелись. Все-таки-то, не будем забывать, что это 97-й год был, 97-й год. Тяжелые года были. И я заступился за одну девочку. И, получается, двоих, ну, прям, ну, прям нормально приложился, прям нормально приложился, все. И ко мне вот Олег подошел, он говорит, Макс, ну, ты что делаешь, ты зачем, говорит, это? Говорит, ну, позови, мы же здесь есть. Я говорю, да пока позову там. Он говорит, ну, ты понимаешь, сейчас тебя возьмут и привлекут. Я говорю, да ладно, это, говорю, самооборона. Я там один, их там трое и так далее. И он мне так сказал, говорит, Макс, ты понимаешь, у нас, говорит, в милиции есть такое выражение. Вот Олег такой, да, вот. Он говорит, Макс, у нас есть такое выражение. Был бы человек хороший, а статья на него всегда найдется. То же самое мне сейчас говорят и застройщики. Макс, если кому-то что-то приглянется и захочется, можешь быть уверен на 100%, отожмут, найдут причины и так далее. И, конечно же, всегда все пытаются договариваться. Но факт остается фактом. Чем больше заработаешь в этой сфере, тем больше понимаешь, говорит, теперь получается по каждому объекту, да, если не поехал, те же самые ФЗ-шные объекты, снимал разрешение, смотрел, как оно получено было, каким путем, кто подписывал. Просто бывает, что, оказывается, могут разрешения по суду, он, например, в Сочи, я знаю такого застройщика, например, у него разрешение есть, но разрешение через суд получено. Суд был в Майкопе, но разрешение на строительство в Сочи. Представляете себе, такие схемы. И, само собой, потом, соответственно, у нас пытаются всевозможное обжаловать и так далее. Поэтому, ребят, будьте аккуратны, будьте бдительны с той или иной недвижимостью. И на самом деле, на самом деле, даже если вы покупаете дом, готовый с документами, даже если сделка в Росреестре, да, вы все равно должны проявлять бдительность, должны проверить. Береженого Бог бережет. Это народная, народная мудрость. Я даже сейчас по острую мечты столько всего посмотрел, столько всего накопал. Ну, слава Богу, ничего такого плохого не нашел. Ну, реально, ничего такого плохого не нашел. Это исключение того, что, да, я нашел изначально разрешение, где было указано одно количество квартир. Потом я нашел, когда количество квартир поменялось, это все я и ссори посмотрел, но ничего такого, да, потому что дом в том числе водился не через суд, все как положено, притом по каждому литеру проверил. Единственное, что некоторые квартиры, которые были на этажах, которые были нежилые, и у нас умудрились перевезти в жилое, но через суд. Ну, это не будем брать те квартиры, да, как бы был нежилой, и жилой переводили через суд. А так, чтобы такого там глобального, ничего такого я не нашел. Но это касается только тех, ну, это нормальная практика, например, Millennium Tower, первый, второй этаж тоже были нежилые. Но, соответственно, мой даже знакомый купил там нежилые и потом тоже взял, ему обошлось по 550 тысяч за каждую, и он взял и перевел это в жилое, да, чтобы, соответственно, дешевле было электричество, дешевле было отопление и тому подобное. Такое тоже есть. Ну, как бы так. Поэтому, ребят, тут, конечно, подводных камней очень много с недвижимостью, то, что связано. И, конечно же, ну, самое страшное, да, вот тоже сказали, что там 250 объектов под снос, эти объекты мне тоже предоставили. Ну, и, соответственно, если мы с вами берем, да, из этих 250 объектов, то 242 – это те самые жилые гаражи, которые признаны незаконными, жилые гаражи. Притом это не только там в Адлере, это и Адлер, это у нас и в микрорайоне Макаренко, и Лазаревка, и Лазаревская. Сюда же входят эллинги. Как это правильно? Ну, короче, гаражи лодочные, которые в Лоу находятся, которые там тоже используют, да, такое есть, да, это как бы незаконное. Такое тоже есть. Но в целом, в целом, такого прям критичного, что там все поголовно у нас, не знаю, все поголовно у нас крушили и тому подобное, ну, такого, конечно же, нет. Я почему вот эти запросы делал? Потому что мне было интересно по одному объекту. Я один объект продавал, квартирник на Красной Поляне. И вот меня реально как бы интересует судьба этого дома. Поэтому я из-за этого столько денег и отдал. Но, в принципе, мне там нормально все дали, дали добро, дали там все. Да, там идет процесс, но его не сносят. Ну, соответственно, там бодается. И там просто, понимаете, там реально много объектов снесли. И это тоже квартирник. А что такое квартирник? Когда строится начальное земля ИЖС, ИЖС, вроде все хорошо. И потом, когда вы получаете, да, вот, когда построили, получаете, например, статус, например, той же самой квартиры, земля меняется либо на Ж4, либо на Ж5. В зависимости от высотности, которую можно построить. Там, соответственно, Ж4. А когда вы применяете назначение земли Ж4, то, соответственно, земля уходит в муниципалитету. Понимаете? И получается та самая, так называемая, аренда. Поэтому у нас любой квартирник, любой квартирник в городе Сочи могут купить как резиденты Российской Федерации, так и нерезиденты. Потому что земля, как бы, никакого отношения к собственнику, например, той же самой квартиры не имеет. А, например, на те же самые жилые помещения или те же самые апартаменты, где земля идет в собственности, да, нерезиденты Российской Федерации, они, например, купить не могут. Понимаете? Ну, там, где есть доли земли. Вот эти моменты тоже. И, кстати, вот тоже касается нерезидентов. Вот это как бы резиденты Российской Федерации, они могут купить дом, где земля выкуплена и так далее. А вот, например, нерезиденты Российской Федерации, они могут купить дом, ну, например, тот же дом, он будет находиться, например, есть такое право собственности, как долгосрочная аренда. Вот, например, вот граждане, например, Казахстана, там, Киргизии, там, К Турции или еще что-нибудь, мало ли кто захочет купить в Сочи. Они, в принципе, могут купить дом, но если дом будет находиться на арендованной земле одно я думаю может быть скоро успокоиться те самые варианты когда вот сейчас у нас объявили что теперь можно иметь двойное гражданство с абхазии что такое двойное гражданство с абхазии это то что наверное сейчас большинство застройщиков будет получать двойное гражданство и пойдут покорять нас то будет покорять ту самую абхазию поэтому может быть немножко у нас утихомилится да и перестанут там так сильно кошмарить потому что может быть зарабатывать немножко на другом вот как бы так но мы с вами что сейчас мы с вами сейчас заедем заедем мы с вами сейчас в таблиц нужно купить продукты ну вот такая информация полезно либо полезно и не знаю как будто ну большинство конечно просто смотрят ради города и так далее до недвижимости фиолетово как говорится но те кто смотрит те которые и да кстати ребят вот если вам говорят риэлторы здесь проходит ипотека значит все безопасно нет ипотека как бы это просто проходит ипотека это не значит да как бы что если проходит ипотека это значит все законный объект и так далее я могу привести очень много пример домов где проходила ипотека и где люди остались ни с чем такой есть он как бы так например тем самым тем же самым например вот ипотечным брокером они тоже вот и банкам им выгодно они вам сейчас навязывают такой вид вид но новый есть почти у всех ипотечников навязывают ту самую страховку которая вот как раз вот и есть такое что если вдруг там что оказалось там незаконный или еще что-нибудь на секундочку эта страховка в год обходится в размере одного процента от займа например если например у вас 10 миллионов например то обходится в 100 тысяч это страховка да потому что страховка жизни там вообще копейки стоит страховка объекта копейки стоит основная сумма это как раз вот делать типа вот такое да и даже если объект по фазе 1014 и так далее поэтому этим пользоваться по большому счету даже если есть например те самые моменты там что-то вроде ипотека там просто доставка низкая и так далее но по большому счету прям реально по большому счету получается так что это ставка мягко говоря если посчитать эти страховки и тому подобное то получается далеко не те проценты которые вам заявляет это факт ладно ребят на этом с вами прощаюсь всем добра и пока